почему бог не забрал нас на небеса сразу после нашего покаяния вы когда-нибудь задавали себе этот вопрос в 5 главе второго послания коринфянам с 15 стиха мы читаем а христос за всех умер чтобы живущие уже не для себя жили но для умершего за них и воскресшего потому отныне мы никого не знаю по плоти если же и знали христа по плоти то ныне уже не знаем и так кто во христе тот новая тварь древнее прошло теперь все новое все же от бога иисусом христом примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения потому что бог во христе примирил с собой мир не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирение и так мы посланники от имени христова и как бы сам богу вещевая через нас от имени христова просим примиритесь с богом посланник или посол является официальным представителем какого-либо лица или государства все его слова и действия должны отражать волю того кто наделил его полномочиями где бы он ни находился и чем бы ни занимался библия говорит что бог призвал нас быть посланниками это значит что мы себе не принадлежим где бы мы ни находились и чтобы с нами не происходило мы должны исполнить волю иисуса христа и осознание этого призвания кардинально меняет нашу жизнь но вернемся к нашему вопросу почему бог не забрал нас сразу на небеса ответ 18 стихе чтобы мы совершали служение применение и это называется миссионерством когда мы слышим о миссии в голову приходит не так много стихов может один или два в крайнем случае и один из них это матфея 28 19 о великом поручении и многие думают что в библии очень мало говорится миссионерстве и поэтому это не так и важно мне ничего не остается сделать как только разочаровать тех кто так думает сегодня во время нашего путешествия мы проследим миссию бога от ветхого к новому заветам и узнаем больше о божьем плане для народов мира потому что библия эта книга о боге миссионере и Субтитры создавал DimaTorzok